Скамейка в форме ледокола у здания правительства вызвала буру обсуждений среди жителей Мурманска. Кому-то конструкция пришлась по вкусу, а некоторые посчитали ее неуместной. Наша съемочная группа попыталась разобраться во вкусовых предпочтениях горожан. С каждым днем наш город становится все краше, появляются новые арт-объекты, а также для удобства горожан появляются новые скамейки. Некоторые из них нравятся жителям, а некоторые не очень, вызывают бури различных возмущений. Мне кажется, вот эта скамейка, она такая эстетическая, носит такую нагрузку смысловую, и ребята могут посмотреть, вспомнить Чехова. А вам вот нравится? Я думаю, такие скамейки, как вот здесь, «Дама с собачкой», в общем-то, помогают юному поколению узнать наших русских писателей. Антона Павловича Чехова. Ну, прежде всего, там, конечно, касалось его это произведение, про скамейку, происходили события на Ялте. И там была собачка, кстати, у дамы, шпиц белый. Я думаю, здесь как раз, в общем, сделали художественный шпиц, похожа собачка. Ну, и сам образ дамы с собачкой. По произведению она там, в общем-то, должна быть в берете. Ну, я думаю, наша дама более симпатично выглядит. Она, в общем, симпатичная, красивая, шляпочная. Владимир Шкода – коренной мурманчанин. По его мнению, преображение столицы Заполярье в последние годы налицо. Теперь у горожан больше локаций для прогулок, занятий спортом. Месяц назад напротив здания правительства установили скамейку. Губернатор Андрей Чебис в своем аккаунте в одной из социальных сетей отметил, что она решит проблему стихийной парковки, которая мешала молодежи кататься на скейтах и велосипедах летом. К тому же стенку со скальной породы в теплое время года озеленят. В социальных сетях разгорелись жаркие споры. Некоторые пользователи посчитали, что конструкция недостаточно привлекательна. Кому-то нравится эта скамейка, кому-то нет. Мне лично такой объект нравится, потому что мне кажется, что это креативно, молодежно и современно. А что же думает более старшее поколение? Сейчас мы узнаем. Владимир Михайлович, что думаете? Это объект, а не просто скамейка. Нельзя так относиться, что это скамейка. Это все-таки какой-то художественный уже замысел, который реализован здесь у нас в Мурманске. И он украшает наш город. Портовый город. Это ледокол. А есть еще второй кораблик идет за ним. И, в общем-то, направление вот этой конструкции я вижу как раз в сторону Мурманска. То есть с севера на юг в родной город возвращаются большие корабли. Деревянный ледокол не понравился и депутату Мурманской областной думы Надежде Максимовой. Видео с совещания, на котором народный избранник дала нелестную оценку новоделу в центре города, попало на просторы интернета. Простите, у меня, может быть, взгляд неправильный. Может быть, коллеги со мной не согласятся. Оно уродует исторический вид этого монументального исторического здания и никак не украшает город. Мы решили узнать у Надежды Петровны, чем же так не угодила скамейка. Мало того, что оно не в том месте встало вдруг, так оно еще и не очень эстетично, на мой взгляд, выглядит. Поэтому хотелось бы, чтобы вот такие масштабные сооружения в исторических местах города Мурманска все же хоть как-то согласовывались с населением, активным населением, которое следит за тем, что изменяется в городе, как изменяется в городе. А вот к скамейкам в парке Молодежном, который располагается напротив МГТУ, ни у кого претензий нет. Все потому, что они не простые, а с подогревом. Наконец-то мы нашли в городе теплые, уютные скамейки. Уже успели их даже протестировать. Владимир Михайлович, давайте, как всегда, традиционно слово вам. Ну, я думаю, в Мурманске все скамейки теплые. Другое дело просто. Эти скамейки зелененькие, три здесь установлены. Они просто с подогревом. Плюс еще с дополнительными функциями, особенно для молодежи, где можно свои мобильные телефоны подзарядить. И, в общем-то, это интересное новшество тоже. Относительно недавно появилось и в Мурманске. И, я думаю, в общем-то, мурманчанам, кто любит отдыхать, это только радуется. Выбор скамейк в городе, как мы уже убедились, широкий и на любой вкус. Романтично настроенным горожанам мы рекомендуем навестить даму с собачкой на театральном бульваре. Скейтеры и те, кто предпочитает активный отдых, могут прийти к ледоколу возле правительства. Ну, а тех, кто замерз и нуждается в подзарядке, приглашаем на прогулку в парк молодежный на теплые скамейки. Спасибо.